В 16 веке мир ошеломленно наблюдал за отношениями удивительной семейной пары. Могучего султана, прозванного Великолепным, его жены-чужеземки по имени Роксолана Хурем. Он поставил на колени треть мира, а она поставила на колени его. Ради Роксоланы султан убил своего любимого визиря и собственного сына. Эта женщина заставила грозного султана отказаться от гарема и позволяла себе принимать иностранных послов с открытым лицом. Кто эта женщина, которую в Европе называли повелительницей третьей мира? Кто она, тогда не знали. Правда открылась позже, уже после ее смерти. Тогда о происхождении Роксоланы узнал весь мир. А вот ее настоящую роль при дворе султана Сулеймана почему-то скрыли. Писатели 19 и 20 веков сделали из нее героиню. Девушку, которая завоевала сердце султана и заставила защищать. 15-летняя девушка из Украины, попавшая в плен к татарам, отказалась назвать свое имя. Поэтому так и осталась Роксоланы. Свое настоящее имя она не скажет никогда и никому. Также никто и никогда не поймет, как обычная, даже некрасивая внешне рабыня пленила сердце султана и села рядом с ним на троне. Какой на самом деле была эта загадочная женщина? В первом украинском сериале «Роксолана», который вышел на экраны в середине 90-х, зрители увидели невероятную историю счастливой любви. Это действительно невероятно, поверьте мне, когда ты сыграл такую женщину. Мне посчастливилось прикоснуться к этому образу. Это именно та женщина, которой я отдавала все свои эмоции, всю свою женскую фантазию. Я фантазировала, что мне оставалось делать. Естественно, я чувствовала большую гордость за то, что нас что-то объединило. После исполнения этой роли Ольга Сумская навсегда осталась народной «Роксоланой». И только потом она узнала, что в действительности ее героиня была совсем другой. Непрекрасной романтической пленнице, в которую влюбился султан, а не очень красивой властной женщиной, казнившей на пути к власти десятки людей. Смотрите далее. Современники утверждали, что Роксолана продала душу дьяволу, чтобы завладеть сердцем султана. Эта женщина устлала свой путь к вершине власти трупами. Но осуществить свою мечту так и не смогла. Роксоланы. Так в средние века турки называли русичей. Тогда часть Восточной Европы на картах так и обозначали Роксолане. Турция в то время была могучей империей, в состав которой входили Сирия, Египет, часть Персии и Восточной Европы. Из этих стран в Стамбул поставляли живой товар – рабов. Бежать по дороге в Крым жестоко наказывали. Отрубали руки и ноги. А потом казнили, отсекая голову. Такие ужасы рассказывали люди о татарском плене. Маленькая девочка, дочка священника из городка Рогатин, слушала эти истории со страхом и интересом. Потому что однажды она уже избежала такой судьбы. Ей было не больше пяти лет. Но девочка запомнила, как на Рогатин напали татары. Мать схватила дочку и побежала с ней в лес. Она бежала все дальше и дальше, пока не упала без сил и потеряла сознание. Эту дочь Рогатинского священника историки почему-то окрестили Настей. Анастасия на древнегреческом означает «дважды рожденная». Эта девушка тогда, в детстве, выжила. Но судьба уготовит ей иное испытание. Намного сложнее. Настя справится и с ним. Историки свяжут с ее именем легендарные события 16 века. Крах могущественной тогда Османской империи. Все приближенные к турецкому султану жили в постоянном страхе перед ним. За мельчайшую провинность он мог лишить жизни любого из них. Именно так взошел на престол султан Селим. Он убил своих братьев и членов семьи. Живой оставил лишь свое... Селим. 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 Но она не успеет. Вместо нее это сделает другая женщина. Пленница из Украины. Пока султан празднует свое восхождение на престол, ее с тысячами других рабов ведут на невольничий рынок в кафе. Так раньше назывался крымский город Феодосия. Пленных вели, связав за спиной руки. Им не давали есть и пить. Подгоняли плетками. А когда кто-то падал, убивали. Это были люди-згнанники, люди, стоявшие вне общества. И османцы относились к ним как к вещам. Сотни людей умирали в дороге. От голода и стезаний и страшных болезней, так и не дойдя до Крыма. На Рогатинскую пленницу не надели кандалы и железный ошейник. Ее не вели, как остальных пленных, а везли на коня. Она не понимала, почему. Татары просто решили не портить товар и дорого продать его в кафе. На рынке улыбающаяся пленница отказалась назвать свое имя. Поэтому рабыню из Роксолании назвали просто Роксоланы. Настя Лисовская считалось, что это настоящее имя Роксоланы. По этому же имени ее можно найти в любой энциклопедии. Но оказывается, это неправда. Невероятно. Но фамилия Лисовская – просто литературная выдумка 19 века. На самом деле никто до сих пор не знает, какое имя носила Роксолана, живя в Украине. Я даже не находил польской шляхты по фамилии Лисовские. Мы нашли первое и единственное упоминание о Роксолане. Его оставил историк Самуил Твардовский. В 1521 году он в составе польского посольства посетил Стамбул. И там узнал о Роксолане. «Убогой из рогатина Папа была дочь». Это единственная фраза, которой средневековый историк упомянул о происхождении Роксоланы. Как звали этого Папа, какое прикрещение он дал имя своей дочери. Об этом ни слова. Настя Лисовская в действительности не существовала. Это просто выдумка писателей. Каким было настоящее имя Роксоланы, об этом не узнает никто. В Турции ее знали лишь по прозвищу. Жестокая Хурем. Кафа. Город с крупнейшим невольничьим рынком в Крыму. Сюда татары сгоняли пленных со всей Восточной Европы. И больше всего из Украины. Здесь рабов продавали в Турцию, Италию, Венецию и даже Голландию. Именно сюда доставили измученную долгой дорогой Роксолану. Тут ее вместе с другими пленницами полностью раздели и выставили на продажу. Купцы рассматривали ее со всех сторон. Дотрагивались до груди, ягодиц, торговались. Что-то подобное она видела у себя в рогатине на ярмарке. Правда, так продавали не людей, а лошадей. Чтобы выбрать хорошую кобылу, покупатели смотрели, крепкие ли у нее ноги и целые ли зубы. Для этого разжимали челюсти и заглядывали в рот. Точно так же осматривали и Роксолану. Роксолана досталась турецкому купцу. Она не знала, что теперь была товаром высшего класса и предназначалась для кого-то из турецких вельмож Стамбула. Тех девушек учили, специально обучали, подкармливали, украшали. Потом этих девушек продавали на Стамбульском рынке. Для них здесь было отведено специальное место, куда могли зайти лишь вельможи или очень богатые турки. Когда на продажу выставили Роксолану на рынок, как раз зашел султанский любимец – Ибрагим. Он хотел сделать подарок Сулейман – купить одну из прекрасных, дорогих черкешиных. На его внимание привлекли рыжие волосы и гордый вид русской пленницы. А в этой девушке было что-то особенное. Ибрагим решил купить ее. Но когда купец узнал, что эта рабыня предназначается в подарок самому султану, он отдал ее без денег. Его товар должен был попасть во двор властелина Османской империи, а это являлось большой честью для купца. К тому же, это была лучшая реклама для его товара. В гарем Роксолана вошла формально свободной, как подаренная наложница. И это давало ей огромное преимущество перед другими купленными рабынями. Они никогда и ни при каких обстоятельствах не смогли бы стать законными женами султана. Позже Роксолана использует это преимущество, чтобы отомстить за себя. Первое, чему начали обучать Роксолану в гареме – искусство любви. Ее учительницей была старая рабыня, а партнером – деревянный манекен. Роксолану заставляли танцевать, выгибать спину, очаровывать улыбкой и взглядом. Некоторые наложницы были очень способными, таких замечала мать султана и брала под свою опеку. Именно она определяла, кто пойдет к султану на ночь, когда он хотел женщину. Если рабыня султану нравилась, он одаривал ее драгоценными украшениями и одеждой. И это было большой честью для наложницы. Те, кто провел больше всех ночей с султаном, пользовались особыми привилегиями и уважением в гареме. Чтобы получить как можно больше ночей с хозяином, рабыни были готовы верно служить матери султана. Так она удерживала контроль не только над гаремом, но и над сыном. Когда мать султана увидела Роксолану, то решила, что в этой рабыне нет ничего особенного. Она отказывалась говорить, лишь странно улыбалась. У нее не было пышных форм и особой красоты. Поэтому Валиде отправила девушку в отдаленную часть гарема. Здесь она будет жить вместе с сотней рабынь, которые также не прошли отбор матери султана. Их шансы на встречу с падишахом мизерные. Невероятно, но современные украинские рабыни тоже живут по несколько десятков душ в одной комнате. Однако это не такие роскошные комнаты, как в средневековых гаремах, а дешевые квартиры. Каждая рабыня Сулеймана проводила с ним в лучшем случае одну ночь в несколько месяцев. А то и реже. Были и такие, о которых Сулейман вообще забывал. Если же в сексуальное рабство попадает современная женщина, ее заставляют работать по 12-15 часов в сутки. Украинские же девушки на Востоке пользуются особым спросом. Роскошные гаремы в Турции заменили отели. Сюда украинок не привозят силы. Им обещают хорошую зарплату и райскую жизнь. А потом ставят перед фактом. Работа предусматривает сексуальные услуги. Дискотеки на первых этажах отеля. На остальных идет работа. Ночная работа девушек. В принципе, от класса девушки зависит оплата ее работы. От 50 лир, это приблизительно 40 долларов, до 250 долларов за час-два. Некоторые девушки на такую работу приезжают по собственному желанию. Домой они не возвращаются. И не потому, что их удерживают силой. Я видел девушек, работающих абсолютно спокойно, легально. И потом почти половина выходит там замуж за турок. Роксолан уже силой забрали из родного города. Силой продали в рабство. И силой хотели заставить стать сексуальной игрушкой султана. Она распорядилась своей судьбой иначе. Иногда по гарему разносилась печальная песня. Тогда все замолкали. Даже евнухи задумчиво склоняли головы, хоть и не понимали, о чем идет речь в этой песне. Пела какая-то русинка. Эти песни слышал и Сулейман. Он хотел увидеть ту, которая их пела. Но сейчас у него не было времени. Почти все дни и ночи он проводил со своими визирями. Сулейман планировал поход на Венгрию. А после его победного возвращения случится так, что песня навсегда очарует Сулеймана. В этот вечер султан не идет, как обычно, ужинать с Убрагимом. Он приходит в гарем. Приказывает выстроить всех рабынь. Смотрит, как они танцуют перед ним. Поет. Неожиданно вздрагивает. Приказывает всем замолчать. Сулейман идет между рядами из рабынь и видит рыжеволосую девушку. Она поет. Не замолкает даже, когда он подходит к ней вплотную. Не отводит своего взгляда от его глаз. Неслыханная наглость. Рабыни злорадно ждут, когда султан прикажет уничтожить эту рабыню. А он накрывает ее плечо платком. Это означает, хозяин хочет видеть сегодня ночью в своей опочивальне именно ее. Роксолану отвели в баню. В течение многих часов ей растирали кожу, натирали маслами, мыли волосы. Выщипывали из тела каждую волосинку. А потом нарядили в просторные одежды и повели к султану. Перед дверью Роксолане снова дали подаренный Сулейманом платок. Она должна была войти в покое и ползти к его ложу от самого порога. А там отдать ему платок. С ним и себя. За дверью султана рабыню ждал Евнух. Он должен отвезти ее назад в гарем, когда Сулейман натешится женщиной. Султан никогда не позволял рабыням провести с ним всю ночь. Но на этот раз Евнуху пришлось ждать до утра. Впервые за все время правления Сулеймана. А утром Сулейман приказал принести ему новую одежду. Свою он оставил Роксолане. В знак того, что рабыня ему понравилась. В кармане богато расшитого халата девушка нашла дорогие украшения. О чем говорила Роксолана с султаном? И разговаривала ли вообще? Как она заслужила честь остаться с повелителем до утра? Этого никто не знал. Но в гареме поняли. Теперь дворец султана ожидают большие перемены. Сулейман со статистикой защищала полтысячи рыцарей ионитов. Уже погибло 40 тысяч его воинов. Но он не мог отступить. Не мог вернуться побежденным к своей Роксолане Хуррем. Она уже успела стать его любимой наложницей. Султан забыл о своих ученых беседах с любимцем Ибрагимом. А каждую ночь, когда находился во дворце, звал к себе ту, которая смеется – Хуррем. Она не была, как пишет академик Крымский, типичной восточной красавицей. У нее не было ни широких бедер, ни большой груди. Бог знает, чем она понравилась этому Сулейману. Может, ему уже надоело смотреть на широкие бедра и большие груди. Спустя год Хуррем родила Сулейману сына. Пока Султан был в походе, присматривала за своим ребенком. Не знала, любит или ненавидит его. Ведь родила его в неволе от мужчины, который владел ею словно вещью. Но со временем именно этот ребенок станет залогом ее жизни и безопасности. Каждая наложница, рожавшая Султану сына, получала новые привилегии. И право называться следующей после главной женой. Невероятно. Но Сулейман после рождения сына назвал Роксолану своей любимой и первой женой. Словно перечеркнув свою первую официальную жену и сына. Впрочем, в брак со своей Хуррем он не вступил. И теперь Роксолана жила в постоянном страхе. Вскоре ей начнут мстить. Только Султан мог защитить ее. А Сулейман тем временем писал сродоса. Повторяю без счета я. Пошейте мои любимые платья. Сделайте из солнца верх. Подкладкой поставьте луну. Из белых облаков пух надергайте. Нитки насучите из морской сини. Перешейте пуговки из звезд. А из меня петельки сделайте. Из письма Сулеймана великолепного Роксолане. Когда Султан наконец-то взял Родос, приказал пошить Роксолане платье из золота и драгоценных камней. Она должна надеть его и стоять рядом с троном Султана, когда он придет из похода и будет праздновать победу. Это было неслыханно. Впервые за всю историю Османской империи женщина, да еще и наложница присутствовала на торжествах в тронном зале. Мать Сулеймана, Валиде, пыталась свернуть свое влияние на сына. Даже купила ему несколько рабынь-русинок. И Сулейман согласился посмотреть на них. Но Роксолана устроила скандал. Требовала убрать этих рабынь из дворца, и девушек на следующий же день вывезли. Ее не интересовала судьба других наших невольниц. Ее соотечественниц. У нее была своя программа. Постепенно мать окончательно утратила влияние на Сулеймана. Как и первая жена Черкешенко, эти женщины возненавидели Роксолану. Они были готовы на все, лишь бы избавиться от этой рабыни. Но тогда они еще не до конца поняли, с кем имеют дело. Роксолана не хочет идти в покой к султану. Она осмелилась идти против воли своего властелина. Такая дерзость означала смертный приговор. Но Роксолана была спокойна. Она стояла перед Евнухом с исцарапанным лицом. Законная жена Сулеймана Черкешенко набросилась на нее. Если бы не Евнух, то задушила бы конкурентку. Роксолана приказала передать султану, что она, проданное мясо, не достоина появиться перед султаном с исцарапанным лицом. Все были уверены, после такого ей не жить. Но султан, когда увидел лицо своей хурем, выгнал законную первую жену из дворца вместе с сыном. Больше эту женщину во дворце никто и никогда не видел. Только теперь Роксолана почувствовала свою силу. До этого она жила в постоянном страхе. Теперь будет жить в постоянном гневе. На Ибрагима, который осматривал ее на рынке, словно животное. А потом подарил султану. На мать султана, ненавидевшую ее. Ее цели были обычные, маленькие женские цели. Она хотела, чтобы ее дети выжили. Она хотела замуж. Чтобы выйти замуж за султана, Роксолана должна была прежде всего поменять веру. И она пошла на это. Когда мы снимали этот эпизод, вы не представляете себе, как мне трудно было переступить эту грань. Когда нужно сказать определенную фразу. Я, христианка, должна по роли сказать такие вещи, которые подтверждают тот факт, что я отказываюсь от своей веры. Сулейман высоко оценил такой поступок Роксоланы. Он щедро одарил ее драгоценными украшениями. Роксолана же ненавидела его и себя. Теперь она стала предательницей. Она перешла в турецкую веру и предала веру православную. Хотя была дочерью православного священника. Никаких других вариантов у нее не было. Чтобы делать карьеру в Турецкой империи, нужно придать свою веру. Больше Роксолану ничто не связывало с прошлым. Теперь она должна стать сильной и жестокой хурем. Чтобы выжить и уничтожить своих врагов. Что она сделала с султаном? Почему он слушает каждое ее слово? Считалось, что такое уважение Роксолана заслужило тем, что каждый год рожала Сулейману детей. За шесть лет она подарила султану дочь и пятерых сыновей. Один из них умер еще при рождении. И, возможно, стал самым счастливым из всех потомков Роксоланы. Остальным пришлось стать жертвами придворных интриг своей матери. Роксолана стала любимицей султана. Однако она все еще чувствовала себя просто рабыней. Сулейман был готов на все ради своих урем. Он не раздумывая подарил ей свободу. Разрешил даже выходить из гарема. Но после этого его свободная хурем снова отказалась приходить к нему в опочивальне. Сказала, что свободной женщине негоже ложиться в постель с незаконным мужем. Султан знал. Ибрагим не купил эту девушку. Получил в подарок. Закон позволял султану брать в жены таких наложниц. И тогда Сулейман делает то, что в Османской империи считалось невозможным. И фактически он единственный, нарушая мусульманские обычаи, вступил с ней в брак. Султан вступил в брак с пленницей. Хоть и не купленной, но рабыней. Кроме того, Роксолана заставила султана распустить весь гарем. А выдать всех наложниц замуж и жить только с ней. У приближенных султана, особенно Ибрагима, по этому поводу было свое мнение. Роксолана продала душу дьяволу. Она ведьма. И приворожила султана. Смотрите далее. Почему сошла с ума первая жена султана? Какие мистические документы попали в руки Роксоланы? И действительно ли она владела каким-то тайным знанием? Все в Стамбуле были уверены. Роксолана ведьма. Сплетни об этом распространились не только в Турции, но и по всей Европе. Австрийский посол Бузбек в 1554 году написал. Ему называли в Царьграде двух женщин, поставляющих султанше переднюю косточку морды гиены. Потому что это очень сильный любовный талисман. Ни одна из них продать мне косточки не хотела, ссылаясь на то, что они предназначены для султанши, то есть для жены хозяина. Потому что она любовными напитками и магическими средствами сохраняла себе благосклонность мужа. Но действительно ли Роксолана была колдунией? Были ли у ее современников, кроме догадок, какие-то конкретные доказательства этого? Никаких. Кроме того факта, что султан действительно влюбился в нее с первого взгляда. И слушал каждое слово своей хурем. Кроме того, эта женщина действительно была особенной. Она проводила в библиотеках большую часть времени. Читала философские трактаты, персидскую поэзию в оригинале. Сама сочиняла стихи. А может быть, искала какие-то глубокие знания. Смотрите далее. Почему ночные кошмары преследовали Роксолану до конца ее жизни? И каким из них суждено было сбыться? Почему ее письма султану, сохранившиеся до наших дней, не настоящие? Какое кровавое преступление властной женщины приведет к краху одной из крупнейших империй мира? И как судьба отомстит этой женщине за ее преступление? Мой властелин, свет моих очей. Нет ночи, не сжигаемая моими горячими вздохами. Нет вечера, когда бы не долетали до небес мои громкие рыдания. Моя тоска по вашему солнечному лику. День мне в ночь превратился. О, месяцы тоски. Это письма Роксоланы Сулейману. Знаете, когда я читаю эти письма, мне так хочется быть этой женщиной и жить в 16 веке, и пережить именно такую бурную любовь. Трудно поверить, но эти пистесных связи с французами. Она подозревала любимца султана в сговоре и предательстве. Постоянно жаловалась на него мужа. И в конце концов победила. Она, очевидно, была конкурентом ему во влиянии на султана. Это был его друг детства, а она была его женой. Так что они не могли ужиться друг с другом. Сулейман сделал свой выбор и казнил Ибрагима. Он уже никогда и ни с кем не сможет выпить вина и не будет вести ученые беседы. Ни одного человека из своего окружения он не подпустит к себе так близко, как когда-то Ибрагима. Теперь у него остался один близкий человек – Роксолана Хурем. Наконец-то она избавилась от призрака из прошлого – того, кто опозорил ее. А в далекой провинции вместе с сыном жила обесчищенная первая жена султана. И жила она одной ненавистью. Ждала только того времени, когда на месте Сулеймана окажется законный наследник, перворожденный и старший сын султана, то есть ее сын. И тогда он поступит так, как делали всегда. Убьет всех своих братьев, чтобы избежать борьбы за трон. Получается, убьет всех сыновей Роксоланы и ее саму. Роксолана знала об этом. Поэтому только ждала момента, когда сможет избавиться от Черкешинки и ее сына. Перед шатром Сулеймана построили пирамиду из двух тысяч отрубленных голов венгерской знати и короля Людовика II. Сулейман завоевал Венгрию. Роксолана тем временем в Стамбуле перестраивает дворец Тапкапе. Она хочет поразить султана. Чтобы собрать средства на строительство, Роксолана вводит новый налог. Она собирает деньги с христиан, которые идут в храм Воскресения Господнего в Иерусалиме. И больше всех вынуждены платить паломники из Европы. Поляки, венгры, украинцы. Ее земляки. К тому же, рядом окрепло и уже представляло для татару Грозу российское княжество во главе с Иваном Грозным. И все-таки именно на время правления Роксоланы выпадает один из самых трагических эпизодов нашей истории. Осенью. И получает ее. Тогда казаки впервые пошли на поклон к российским соседям и предложили служить им и защищать от набегов юг русских земель. И хоть сегодня Роксолане приписывают спасение тысяч украинцев от плена, на самом деле, внешняя политика ее интересовала мало. В то время она занималась совсем другим. Роксолана не могла сказать «Вы ходите меньше в набеги». После этого начался бы экономический кризис. Когда татары начали меньше ходить в набеги, крымское ханство просто исчезло. А перестали они ходить в набеги не потому, что им сказала Роксолана, а потому, что появилась мощная российская держава в 17 веке. И она просто прекратила набеги. Чтобы избавиться от сына Черкешинки, первой жены султана, Роксолана идет на решительный шаг. Она подбрасывает Сулейману письмо. В нем анонимно сообщается. Сын султана переписывается с персами, чтобы пойти войной против своего отца и лишить его трона. Султан читает это письмо. А потом, когда отправляется в поход в Азию, зовет с собой сына. Повелевает ему прийти к нему в шатер. И наблюдает, как по его приказу сына душат шелковым шнуром. Его потомок так и не узнал, чем вызвал гнев отца. Не успел спросить. Сулейман же рыдает над телом любимого первенца. Что он наделал? Что делает с ним эта женщина? А Роксолана празднует победу. Она избавилась от всех врагов. Ей и ее детям уже ничто не угрожает. Никто из смертных теперь не сможет навредить им. А во дворце она полноправная хозяйка. Но иногда Роксолана с криком просыпается среди ночи. Ей снятся ее жертвы. Тогда женщине становится страшно. В эти минуты Роксолана вспоминает своего любимого сына Джихангира. И понимает. Иначе она и не могла. Если бы она не уничтожила врагов, сейчас был бы мертв он. Но она ошиблась. Кара за смерть и невинных людей не заставила себя ждать. Сын Роксоланы правил в провинции Магнезия. Туда к нему пришло известие об очередной победе Сулеймана. И в честь отца сын устроил грандиозный пир. Ели и пили почти всю ночь. А под утро кто-то заметил, что молодой наследник сидит, склонив голову, опираясь на дерево. Он был мертв. Так враги отомстили Роксолане. Султанша в отчаянии. Почему ее сын умер? Именно сейчас, когда она впервые почувствовала себя непобедимой. Причину смерти врачи объяснили странно. Якобы потомок Сулеймана умер от нервного истощения. Столько лет она боролась, чтобы подарить хоть немного покоя своим детям, а вместо этого сделала их несчастными уже тем, что родила. Роксолане только исполнилось 50 лет. Когда женщина узнала о смерти сына, ее жизнь потеряла смысл. Она умерла неожиданно. Не от яда и не от ножа, а от обычной простуды у Сулеймана на руках. Памятник Роксолане в Рогатине открыли 9 лет назад. И с тех пор молодожены возлагают к нему цветы. Считается, что это принесет согласие в семейной жизни. Здесь Роксолана образец добродетелей и жертвенности. А в Турции ее называют жестокой хурем. Но в ее честь построили целый мавзолей возле самой большой мечети. Построить роскошный мавзолей возле своей мечети – последнее, что приказал сделать для своей любимой жены Сулейман. Через 7 лет возле этой же мечети похоронят его. Он умрет от сердечного приступа. А в очередном походе. А в Стамбуле скажут – эта ведьма потянула его за собой в могилу. После смерти родителей престол занял самый бездарный сын Рексаланы – Рыжий Селим. Из-за постоянного страха за свою жизнь он вскоре превратился в деспота и пьяницу. Под таким прозвищем он и вошел в историю. Селим пьяница. Время его правления турецкие историки считают началом упадка Османской империи. Селим оказался бездарным полководцем. Он не пользовался уважением войске среди державных мужей. Селим не смог не присоединить к Османской империи новых земель, не удержать контроль над теми, которые завоевал его отец. За время его правления по Османской империи прокатились бунты и восстания. Так грех жестокий Хурем привел к началу конца одной из могущественнейших империй мира. А история отношений Сулеймана и Роксоланы со временем превратилась в сказочную историю любви, из которой писатели эпохи романтизма просто удалили кровавые подробности восхождения Роксоланы на престол.